Вселенная Свитков Необъятный хранит немало тайн, одной из которых являются Драконорожденные. И пятая часть за Элдерскроллской Рим позволяет оказаться в шкуре одного из них, тех самых Драконорожденных. Драконорожденный человек Драконорожденный человек в правящей династии, а то прилетя тут ка-ка-ка, первый был Мирак. Давным-давно, во времена первой эры, правила императрица Олесия и вела она ожесточенную войну с Олейдами. Неудачи в этой войне подтолкнули ее обратиться за помощью к богу Акатошу, который помог запечатать врата в облигом, чтобы Олейды более не смогли призывать армии Доэдера на свою сторону. Взамен же, Олесия и все ее потомки должны были почитать бога времени, дракона Акатоша. Символами этого договора стали вечные драконьи огни в имперском городе, а также амулет королей, который Акатош создал из собственной крови. И именно он удерживает врата в облигом закрытыми. Олесия стала первым драконорожденным человеком, получив благословение Акатоша. Как гласит история, все потомки Олесии тоже унаследовали кровь дракона и были давакинами. Об этом свидетельствует тот факт, что они могли носить амулет королей. Именно поэтому в народе сложилось мнение, что только ее потомки могут быть давакинами. Как утверждает книга драконорожденным, нет доказательств того, что все императоры состояли в родстве с Олесией. А это означает, что возможно, главное это не родство с Олесией, а благословение божеством. Как следствие, вполне возможно, что давакином может стать абсолютно любой человек. А может быть не человек, кто знает. Главное, чтобы Акатош посчитал достойным тебя своего дара. А если это действительно так, то не факт, что в настоящем времени существует только один давакин. Вполне возможно, что их два. А может и более. Мы уже выяснили, что драконорожденный – это важный человек. Он хранит амулет, который держит врата в обливе он закрытыми. Вот здесь еще одно уточнение. Ну вот, чтобы не было никаких, там типа, это неправда, амулет был уничтожен. Да, амулет уничтожен в конце четвертой части. Но неужели это все, что может давакин? Конечно же нет. Дова может поглощать душу и силу поверженного дракона. А также он может владеть тумом, то есть криком драконов. Хотя, как оказалось, криками владеет и седобородой. Коих обучил этому дракон Партурнакс. Младший брат Алдуина. Мы подошли к главному вопросу. А зачем давакин сейчас? Драконов-то нет уже. А нет, темные времена настали. Все, что мы знаем, может погибнуть от лап пожирателя мира, дракона Алдуина. Противостоять ему могли бы драконоборцы, обладающие знаниями и навыками драконьего крика. Но их уже столетия как нет. Некогда могущественные клинки, личная стоража дракона рожденных, теперь состоит из двух жалких представителей. А седобородые не собираются вставать на путь силы и биться за сохранение старого мира. Давакин. Единственная надежда человечества. Только тут есть одно большое но. Кровь дракона не дарует давакину неуязвимость и уж тем более не делает его бессмертным. Он так же, как и все люди, может заболеть. Поэтому посредняя надежда человечества может сгинуть, как и все остальные людишки, от лап Алдуина. Благодарю тебя, усидчивый зритель. Ты досидел до конца. Это многого стоит. У меня возможно, что ты далакин. Ибо вытерпеть такое не каждому под силу. Ну а сейчас оцени ролик своим лайком или дизлайком. И обязательно напиши в комментариях, почему ты поставил ту или иную оценку этому видео. А если ты не подписан, подпишись. Ведь даже если ты собираешься критиковать меня, ты должен первым знать, когда выходят у меня видосы. Чтобы именно ты в числе первых написал о том, что видос говно и влепил дизлайк. Всем спасибо, с вами был Алексей. До новых встреч.